Здравствуйте, друзья! Меня зовут Семен Семенов и команда Вместе. Если вы любите кино, обожаете мультики и так же, как мы, с тем тем не менее, ждете лето, тогда этот выпуск для вас. Каникул – это здорово! Можно гулять сколько хочешь, играть, смотреть мультики, ходить в кино. Кстати, о кино. Если вы собираетесь пойти в кинотеатр, тогда следующий сюжет для вас. Любите ли вы ходить в кино? А какой фильм вы больше всего ждете? Вот пока вы думаете, я вам кое-что расскажу. Начну я с хороших новостей. Как вы знаете, в Ульяновске отменили многие противоковидные меры. Думаю, по школе вы это уже заметили. И, конечно же, это затронуло и кинотеатр. Для нас это значит, что теперь мы можем стопроцентную рассадку производить в зале. То есть, как раньше, половина зрителей имеет возможность посмотреть фильм, а другим места не хватило. Вот сейчас каждому места обязательно хватит. Но в то же самое время мы соблюдаем все необходимые меры безопасности. У нас по-прежнему продлен масочный режим. Но вот ограничения по залу, по заполняемости и по времени сеансов. То есть, раньше мы не могли работать до сюда поздно. Да, сейчас можем. Теперь кино открыто для всех и в любое время. Другой вопрос. Есть ли там что посмотреть? Ходят слухи, что большинство фильмов, которые нам обещали в афишах, показаны не будут. Конечно, с введением ограничений у нас снялось некоторое количество фильмов с репертуара, но выходит очень большое количество новых кинокартин, тем не менее. Будут ли вместо отмененных фильмов показывать советские старые фильмы? Некоторое количество кинокартин выводится, да. Они точно так же, о них сведения можно будет поискать в репертуаре кинозалов. Несмотря ни на что, апрель обещает быть богатым на кинопремьеры. Даже самый небольшой кинотеатр нашего города, Люмьер, планирует в этом месяце показать 9 новых мультфильмов. В «Матрице», «Луне», «Руслане» и «Крыльях» только за одну неделю можно посмотреть до 8 разных фильмов и мультиков. Еще больше в «Синема-парке». В афишах кинотеатров и семейные фильмы, и детективы, и мультфильмы, и комедии можно выбрать на любой вкус. Только вот как же быть с теми премьерами, которые отменились? «Морбиус», «Бэтмен», «Я краснею» – эти фильмы в России официально, по закону, посмотреть никак нельзя. Потому что они не выходят в прокат ни в кинотеатрах, ни в онлайн-кинотеатрах, ну и нигде. Поэтому эти фильмы можно посмотреть разве что в пиратской копии, вот с такой вот озвучкой, попиксельно, как этот плед на финике. Ну разве ты захочешь смотреть «Бэтмена» вот с такой размытой картинкой? Не очень, если нет. Ну поэтому мы все дождемся того времени, когда «Бэтмен» вернется в наши кинозалы. Все кинотеатры нас заверили, что цены на билеты подниматься пока не будут. Подорожать могут только попкорн и напитки. Кроме того, те, кому уже исполнилось 14 лет, могут оформить себе пушкинскую карту, чтобы сходить по ней в кино бесплатно. Возможно, скоро такие карты введут и для тех, кто помладше. Говоря про кино, мы не могли и задать еще один вопрос. Отразятся ли как-то события в мире на главной кинотрадиции Ульяновска? В мае должен был пройти фестиваль «От всей души». Будет ли он проходить и будут ли в нем участвовать другие страны? Да, мы ждем всех ульяновцев и гостей города и области на наш кинофестиваль «От всей души». В этом году он уже будет 13-й по счету. Он пройдет с 24 по 28 мая. И он останется по-прежнему международным. В его программе будут фильмы как российских, так и белорусских, китайских, турецких кинематографистов и армянских. Ну и напоследок мы вам раскроем один маленький секрет. Все премьеры в наших кинотеатрах бывают по четвергам. Так что, планируя свои каникулы, не забудьте поставить поход в кино на нужный день. Знаете, что больше всего мне нравится весне? То, что после ее сразу же идет лето. Пока мы только можем мечтать о лете, есть те, кто уже готовится к нашему отдыху. Как же классно было прошлым летом. Побыстрее бы поехать в лагерь. Какое бы в этом году выбрать? Я люблю активные смены, на которых много интересных мероприятий и событий. Кому-то больше нравятся спортивные сборы, кому-то творческие смены или смены на иностранных языках. Есть ребята, которые не любят уезжать далеко от дома и ходят в пришкольные лагеря. Для всех этим летом найдутся свои варианты. В Леонидской области будут работать 550 лагерей. И в них смогут отдохнуть 50 тысяч детей. Сейчас у нас много заявок, много приобретает путевок, но тем не менее еще есть свободные места в детских лагерях. И можно на нашем сайте лето-73 посмотреть, где есть места, в какую смену, в какой лагерь, оставить заявку. Если вы еще не определились, поторопитесь. Путевки расходятся, как горячие пирожки. Солодных мест с каждым днем все меньше. Сами же лагеря сейчас готовятся принимать детей. В конце апреля они должны предоставить свои программы отдыха. А пока идет обучение вожатых и персонала. Прорабатывается много различных мероприятий, игр. Прорабатываются моменты, касающиеся безопасности нахождения детей в лагере. Хочется, чтобы каждая команда показалась с лучшей стороны. Поэтому проводим еще и различные мероприятия на команды образования, чтобы вожатые тоже были дружными, друг другу помогали. И, естественно, могли всю свою энергию подарить детям этим летом. Работа вожатого 24 на 7. Круглосуточная, 7 дней в неделю. Вожатый отвечает за детей. Надо уметь быть и аниматором, и учителем, и другом, а иногда даже и мамой. Особенно для детей из младших отрядов. Но все получится, если ты любишь свою профессию. Работа с детьми – это, в принципе, всегда веселье, потому что дети, они очень энергичные. И вместе с их энергичностью она заряжает тебя. То есть чем веселее, на самом деле, дети, тем веселее тебе. И хоть работа, конечно, полна всяких каких-то организационных моментов, каких-то ответственностей и тому подобное, это реально весело, это круто. Вот мне очень нравится у тебя вожата. У каждого лагеря свой профиль. У каждой смены своя тема. Все расписывается подробно. Еще в апреле вожатые решают, как дети будут проводить время в августе. 21-30, что они делают? Свечки, свечки. Возьмите, в 20-30. Да, да, раньше закончили. 21-20 тогда заканчивается дискотека. И здесь нужно дойти до корпуса. Очень интересно, что еще они там придумали. Хорошо, что ждать осталось недолго. Еще пара месяцев, и мы все узнаем сами. Что больше всего любят дети? Наше исследование показало, что дети больше всего любят мультики. Кстати, а взрослые тоже. Ведь как же их можно не любить? Мама не разрешает смотреть мультики. Когда мама занимается английским, я смотрю фильмы. Я всегда смотрю. Всегда. А я скоро пойду в кино, посмотрю, членя чепотой. Ну, я, например, просто к вашему люблю. Не знаю. Я люблю это. Есть и фантазия, да, есть и фантазия нет. У меня музыки не могут тут вообще. Я включаю, ловит, а потом сразу выключается. А у меня вообще ботвай такой компьютер. Не верю такого. У него там сок в голове. У-у-у-у. А меня помоги переключать. Да. А чего? Я включаю сама. Ну, мама только нам не разрешает видеть. Потому что она тоже хочет фильм смотреть. О, мультики бывают. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. ПЕСНЯ Про мультики мы заговорили не просто так, но вчера, 8 апреля, был день рождения у российской анимации. Как здорово, что сейчас умеют мультики делать даже дети. 8 апреля, 110 лет назад, состоялась премьера первого русского кукольного мультфильма. В этом году мы поздравляем всех любителей мультфильмов с большим юбилеем и желаем смотреть больше хороших мультфильмов, учиться на них и создавать их самим. Евгений Клюев, сказка, учитель рисования Сококулин. Вера Волковна Никулина нас учила. «Загогулина, это вам не просто так, это не прямая линия, а изверистая, длинная, как червяк, но не червяк». И идя за загогулина, Вера Волковна Никулина приходили мы в края, делався ручей сверкающих и свернувшись опокающих, как змея, но не змея. В закогулинах его зарослях, закогулина легкий парусник, собирался за моря. И матросы Загогулина по фамилии Никулины поднимали якоря. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Встречемся через две недели. И отдохните на каникулах как следует. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Всем привет. Представляете, в Ульяновске начинается глобальное потепление. Температура поднимется аж до плюс 19 градусов. Но также наши синоптики обещают небольшие дожди. Так что лучше подготовить зонтики и резиновые сапоги. На смену теплым пуховикам, шубам и варежкам придут толстовки, джинсы, жилетки. Так что все теплые одежды можно смело выкинуть, но не слишком далеко. Потому что вдруг наши синоптики и ошибаются. Субтитры делал DimaTorzok